На федеральном уровне региональные инициативы отстаивают 17 народных избранников. На встречу обсудили самые острые для Кубани проблемы. Например, много вопросов накопилось в агропромышленном комплексе. Речь зашла о возможности наказывать сельхозпроизводителей за нарушение севооборота и нерационального использования земли. Говорили о том, как поддержать промышленный сектор. Коллеги, мы сегодня должны раскачать максимально, развить скорость экономики нашего региона. Максимально. Потому что сегодня полки от импорта на внутреннем и региональном рынке и российском рынке уже практически свободны. И вот кто займет эти высвободившиеся места, это вопрос уже к нам. И все вместе мы должны на него сейчас ответить. Мы сегодня должны понимать, что мы сможем. И не только промышленность, все иные отрасли экономики, какие возможны в нашем регионе, давайте развивать. Также важно, отметил Вениамин Кондратьев, чтобы велась совместная работа между депутатами Государственной Думы и Законодательного Собрания Края. Для нас очень важно, чтобы мы вместе понимали, что нам ждать от законодательства, которое очень важно, чтобы все-таки отвечало интересам регионов. Нам нужны те законы, которые можно реально притворять в жизнь, которые отвечают реально на те проблемы жизни, которые существуют. И это очень важно, чтобы мы сегодня двигались дальше вместе. У нас все-таки полноценно работает Совет Законодателей в Краснодарском крае. Это впервые из практики, наверное. Мы один из первых регионов, которые такой Совет создали. У нас законодательное собрание обновляется на 70% почти в этом году. Вы поймите, что ваши аппараты, ваши сотрудники отработают досконально вместе с комитетами Законодательного Собрания. И мы очень хорошо выходить с инициативой от региона, когда регион выходит. Встреча депутатов Госдумы и главы региона продлилась три часа в таком формате. Договорились собираться чаще. Встреча депутатов Госдумы и главы региона.